секс как физический акт это слив энергии смотря для кого как если без любви без уважения неважно для мужчины для женщины да если в принципе в целом горит для мужчин скорее дачи мне для женщин скорее нет чем да женщина через секс наполняется больше чем мужчины это логично и не всегда говорят на тебе почему ты говоришь вот наоборот все говорят что мужчины забирают энергию цасов эту энергию нет же это же даже не логично женщина же сосуд женщина она же забирает энергию вот ну значит забирает и для женщины у женщины даже физиологически все так устроено чтобы испытывать оргазм без усилий сколько она хочет раз поэтому для женщины это не является опустошением но для мужчин есть такая вариация и сильно если это про магов говорить про практиков то сильно чистить не стоит как понять что человека тебе думает постоянно вижу слышу его имя но не проявляется значит не думаю но если бы думал проявлялся вот ну женщинам вообще людям надо постараться выработать в себе критическое мышление и немножечко приземлиться я понимаю что всем хочется вот этой какой-то мистификации да вот этих фантазий каких-то воплощенных вот чтобы вот ну да он там думает обо мне надо еще я посмотрю еще на картах что конкретно он думает но если вдруг вы чувствуете реально чье-то присутствие чьи-то мысли я не отрицаю что вы можете так поймать и узнать там что вот этот человек сейчас обо мне думает я могу так делать но я же не знаю я же ни у кого не спрашиваю об этом да потому что я знаю когда это мои мысли когда мои фантазии желания когда я действительно что-то считала и ну и в принципе да ну как бы если бы я спрашивала что это мне кажется или не чудится но тогда нет тогда мы не можем утверждать что это так что он думает нет никаких доказательств и были в обычном мире если человек ничего не делает значит ему ничего не надо тогда и нам думать не о чем правильно если он не проявляет никакой инициативы пусть уходит подальше от нас скажи пожалуйста когда думаю о ком-то слив энергии идет к нему к ней смотря как думаете мы опять же говорим же про практика практик может так подумать что наоборот заберет всю энергию как надо учиться думать надо учиться правильно думать надо учиться созидательно думать то есть видишь у людей уже из страха тоже спрашивают я думал значит я сливаюсь вот так можно наоборот подумать о чем-то хорошем подумать о себе хорошо с другом человеке хорошо тогда все умножится а если мы чего-то боимся то конечно мы столкнемся с чем-то неприятно если это какой-то нехороший человек, то вы просто можете сделать перепросмотр и наоборот забрать свою энергию и не, так сказать, ничего не потерять, а наоборот приобрести, вернуть. Привет, дорогие друзья, я Верина Татьяна, и я приглашаю вас поучаствовать в моем новом курсе «Ошрам безумия». Еще более мощное и еще более неописуемое действие после курса «Вечные». Я хочу, чтобы вы в Индии с этого обучения стали абсолютно новыми существами. Мы с вами выйдем за пределы ума, за пределы обусловленности и узнаем в каждом из вас что-то такое, что не знаете даже вы сами о себе. Курс будет проходить на Бали, можно будет участвовать онлайн, живьем, и потом можно будет поучаствовать, когда курс уже будет снят. Но я бы хотела пригласить вас приехать и поучаствовать в съемках, потому что это будет что-то такое, что вы еще никогда не переживали. Мы придумали невероятно, это будет сочетание тренинга, магического театра, спецэффектов. Это как будто бы вы будете погружаться прямо в свое подсознание, в свое сознание и вынимать оттуда свои драгоценности. Я приглашаю вас. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok